Билеты в плацкарте в большинстве случаев оказываются дешевле авиаперелетов, а путешествия с ночевкой в поезде удобны для бюджетных семейных поездок. Более того, сэкономить можно даже на билетах в купе. У РЖД существует система тарифов. Цены на билеты меняются в зависимости от сезона, срока до отправления. Дня недели и даже спроса на маршрут. Поставь лайк и подпишись на канал мне будет приятно. 1. Сезонные скидки на ЖД билеты стоит внимательно следить за сезонными расценками. Бывает так, что скидка на плацкарт может достигать 50%. Своя система скидок есть и для купейных билетов. Скидки на оценки колеблются в пределах плюс 15%. Естественно, летом и в праздники цены на проезд повышаются. 2. Билеты дешевле в начале продаж. Если при поиске билетов вы видите в интернете рядом с маршрутом отметку DC, это значок тарифа динамической и ценообразования. 3. Самая низкая цена на ЖД билет будет в момент открытия продаж, а далее она будет повышаться. Скидка может быть до 40% от тарифа. Но касается это, как правило, билетов купи и СВ. Сроки покупки дешевых билетов на поезд. Тут мы подошли к интересному вопросу. На международные и некоторые скоростные поезда из Москвы купить билеты можно за 60 дней. На остальные направления продаж открывается за 45 суток. То есть, за 1 целую 0,5 месяца по поездке. Вот идеальные сроки покупки дешевых билетов на поезда. 3. Скидки на ЖД билеты для детей. В сопровождении одного взрослого ребенок до 5 лет может получить бесплатный билет, без предоставления ему места. Если вы одни едете с двумя детьми, то на второго ребенка скидка на билет с предоставлением места будет до 65%. Для детей от 5 до 10 лет скидка также будет 65%. За исключением летнего периода, для детей от 10 лет в плацкартных вагонах нефирменных поездов вы заплатите половину стоимости билетов. Для фирменных поездов к расчету добавится разница между тарифами. Примечание. Для ребенка до 14 лет требуется оригинал свидетельства о рождении. Дети до 10 лет могут путешествовать только в сопровождении взрослых. Специальных разрешений для сопровождающих не требуется. 4. Другие скидки на билеты на поезд. Скидки на билеты в купейные и выше классом. Вагоны действуют при покупке через интернет и за приобретение билетов туда-обратно. Для деловых людей будут интересны программы лояльности или скидки на скоростные поезда в воскресенье утром. На поезде Аллегра из Санкт-Петербурга можно добраться до Хельсинки, и оттуда на самолете отправиться в Европу или Азию. Такие комбинированные билеты поезд-самолет предлагает авиаперевозчик Финнэйр. Для плацкартных билетов, кроме летнего сезона, существуют скидки на верхние полки. Также есть скидки на места у туалета. 15 и 30 процентов. Скидки не суммируются и не действуют для группы билетов для детей. Примечание. За скидками для группового билета от 10 человек обращайтесь в кассы РЖД. Скидка распространяется на путешественников от 10 лет и составляет 10-20 процентов. Действует только для вагонов купе и СВ-класса на маршрутах перевозчика ФПК. 5. Скидки на международные ЖД билеты. У РЖД существует особое ценообразование для билетов на фирменные скоростные поезда во всех вагонах, в том числе и сидячих, и на места в другие поезда в купейных вагонах выше классом. Таким образом российские железные дороги призывают планировать поездку заранее. Именно так называется тариф «Планируй заранее». Тариф похож на динамическое ценообразование, но используется в основном на поездах за границу. Скидки на билеты до 40 процентов на поезда европейских направлений из Петербурга и Москвы в Вену и Прагу, а также из Москвы в Париж-шиницу разработаны специальные скидки. 50 процентов минус для детей до 12 лет. 20 процентов минус для мини-групп, 2-5 чел. 35 процентов минус для молодоженов и именинников. Некоторые скидки предоставляются только непосредственно в кассах РЖД. 6. Небольшие секреты дешевых билетов на поезд. Билеты на будние дни будут дешевле, чем билеты на пятницу или выходные. Иногда скидки распространяются только на полный маршрут поезда. Входить и сходить в пределах маршрута вы имеете право на любой станции. То есть сэкономив на полном билете, вы можете сесть в поезд позже начальной станции и сойти ранее конечного пункта. 6. Расценки на международные билеты выше, чем на внутрироссийские. Проверьте, не выгоднее ли купить один билет до границы, а второй, от границы до зарубежной станции назначения, акции РЖД. Удачный вторник минус каждый понедельник. Заранее, на сайте РЖД появляется список городов по акции, билеты в которые можно купить со скидкой до 35%. Выше, дешевле минус верхние полки в купейном вагоне. По этой акции вы можете купить не по стандартной скидке в 10-20%, а со скидкой до 40%. Путешествуйте с умом, экономьте деньги, не экономя на впечатлениях от поездок.